МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокомпании Гомель, у студии працуя Александр Гамоля. Добрый день. Сегодня у Гомеля открылся первый в Беларуси интерактивный припыночный павильон. Уникальный для нашей краины социальный проект закликанный заработать життёх горожан больше комфортным, повысить безопасность и информованность. Павильон обстрелеванный системой видеоназирания и аудиоповещения, с ручной лавкой с подогревом. Есть светлодиодный бегучий радок, система для экстренной связи и три мониторы. Первый имеет сенсорные экраны, позволяющий вызначить оптимальный маршрут. Другие выводят информацию об части наблюдения громадского транспорта. Третий призначен для трансляции рекламных роликов. Объект самостоянно вырабляет электроэнергию, благодаря солнечным батареям. Это делает его полностью автономным и экологичным. Мы попытались в данном простом, на первый взгляд, остановочном пункте скомбинировать практически все самые нужные, самые важные элементы, которые нужны сегодня в повседневной жизни. Это безопасность, камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, это системы мультимедиа, это табло. Сегодня, мне кажется, это важно, это ярко, преподнести правильно и интересную информацию. На несколько дней Гомель станет танцевальной столицей Беларуси. Сегодня открывается 8-й международный хореографичный фестиваль «Сожский карагод». И он будет самым масштабным за всю историю проведения. У Гомель приехали танцоры из 22-х краин Европы, Азии и Павночной Америки. У першиню у им будут удельничать коллективы из Инды и Шри-Ланки. Открытие фестивалю заплановано на 20 годин. На центральном стадионе Гомеля отбудется феерычное шоу под названием «Живое танцев полотно сплятая фестиваль». Темчасом конкурсная программа распочалась и еще ранее. Пираможцы все лето будут вызначать в четырех номинациях. Народно-сценичный танец, эстрадный танец, сучасная хореография и фольклорно-бытовый танец. У знагороджения переможцев и удельников галоконцерт, присвеченный закрытию фестивалю, отбудутся у Гомеля 18-го вересня. Традиционно подчас «Сожского карагода» пройдут международный турнир по спортивных и бальных танцах «Золотая рысь», а так само мероприемства, присвеченные Дню города. Субботние телефонные линии местовых органов Улады протягивают свою работу. Завтра же хоры региона смогут звернуться с пытаниями до первого наместника старшины Аблвыконкама Александра Викторовича Миколуцкого. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеля 75 12 37. С 9-го один ранец и до 12-ти. У ГТШ на пытание гомельчан откажет наместник старшины Гомельского гарвыконкама Сергей Анатольевич Радзюк. Нумер телефона 75 18 54. Акция под назвой «Одновим лясы разом» пройшла в Мазырском районе. Доброохвотники працавали на участках буралому, яке утворилися подчас стихийных бедствов у приватности летних ураганов. Подробязности у сюжете телеканала Мазыр. 12 липень армановское лесництво за некольки десятков хвилин стратила 400 гектаров лесных насадженьев. Стыхия, якая пронеслась над лесом, вырывала древы с коронями. Каплик видовать наступство разгулу стыхий, на допомогу Мазыранам пришли пять суседних леса господарок. Працуют с раницы и до вечера. Около 400 гектар по романовскому лесничеству. Значит, в кубах это около 180 тысяч кубометров. Заготовлено уже порядка 43 тысячи кубометров. Значит, 145 тысяч планируем до 1 ноября убрать. Сегодня лесная территория потерпела от стихии под особливым контролем. Уъезд у Мазыр заборонен и выставлены в локпосты. Мета оборонить лес от мародеров. Некоторые предпринимальные громадяне спробовали вывозить драунину. А кроме того, и зараз еще многие древы представляют реальную погрозу безпецы людей. Здесь установлен пост охраны, где ведется круглосуточное отслеживание движения легковой и грузовой техники. На распрацеванных и очищенных лесосеках нарезали разоры, и лесгаз запросил до узелу у акции «Одновим лесы разом». Отвукнулись а многие. У Романовское лесничество приехал целый автобус лесного десанта. Самый лучший отдых – это смена вида деятельности. Из любой ситуации надо искать выход. Случилось, случилось. Главное, что не было жертв. То, что упало, его надо вовремя поднять, реализовать, продать. Ну и вовремя посадить, чтобы не терять время, чтобы лес новый рос. А этим маленьким соснам усяго некольки годов. У большинства из них корневая система уже накировалась у глиб. Кабьяны стали высокими и стройными. Припасаться корень обовязково выпростовать у земли. С правилами працы лесники знайомили у всех, кто в першиню принял удел у акции. Таких оказалось не шмат. Усяго на протягу дня была высаджена коля 10 тысяч древов. Светлана Грудько, Вячеслав Прописнов, Олег Витсмер. Телеканал Мазур. Специально для телерадио компании «Гомель». У Гомельским областным институте развития адукации отбился семинар для наставников, которые выкладывают научные предметы на повышенном узровне. Отдельниками мероприемства стали больше, как 500 педагогов из всей Гомельской области. На встречу зимы приехали авторы научных программ и подручников. На протягу дня – меркование пытаний у профильного навучания школьников и индивидуализации учебного процесса. Проведение таких мероприемств представляет взаимную корысть. Педагоги могут найти отказы на проблемные пытания, а навыковцы отримливают своротную совесть от практиков системы адукации. Программа становится труднее, потому что время меняется, и требования тоже возрастают. И, конечно, дети должны быть более компетентными во всех вопросах, ну а язык им, конечно, владение языком необходимо в любой сфере деятельности, куда бы они не пошли учиться или работать. За ключевым докладом выступила аутор методики выкладания русской мовы и аутор подручников Лариса Мурына. Направление самое основное сегодня, чтобы мы соединяли вопросы изучения языка русского языка, белорусского языка, мы соединялись с вопросами воспитания, воспитания культуры, воспитания интеллектуального, духовно-нравственной личности нашего учащихся. Отправиться у подорожа на литературном далижансе Гамельчан запросила областная универсальная библиотека имя Ленина. У незвычайной вандроуцы по краинах, часах и творах гостей сопроводжали любимые литературные герои, живая музыка и незабылные эмоции. Усёгэта Библияноч 2016. Подробязности у наступным сюжете. Спыниться на какой-нибудь одной станции на шляху следования литературного далижанса напыльно немахчыма. У программы «Подорожжа» незвычайные выставы, сустречы, знаёмства. Гасям Библияночы пропоновали отпочить у славянским литературным трактиры и подспробовать стравы с литературных творов, поудельничать у майстр-классах або своими руками зрабить ляльку оберег. Планировали сделать мастер-класс по трём куклам. Это роженка или богатка, пеленашки и десятиручница. Но меня так увлёк сам процесс изготовления этих кукол, что я решила сделать незапланированную куклу. Вот такую вот домовушечку, маленькую, такую вот хорошую домовушечку, в которой спрятана монетка на благополучие. И вот эта вот куколка поможет женщине приобрести достаток, успех и покой в доме. Для аматоров интеллектуальных гульняв – литературное казино. Музейные экспозиции народных письменников Беларуси – для прыхильников их творчасти. Музыка и спевы у литературно-музычном салоне для аматоров – кинематографа. Особное место на библионочи заняла фотовыстава портрета у книжные люди, где у незвыклым амплуа выступили сами супрационники библиотеки. Вот этот наш проект, который мы открыли накануне, тоже посвятили ему нашему профессиональному празднику. Это наши сотрудники библиотеки, снятые в интерьерах библиотеки, обязательно с книгой и в воплощении какого-то литературного персонажа. То есть таким проектом мы хотели подчеркнуть одухотворенность сотрудников библиотеки и их творческую составляющую. Настроение потрясающее, успел посмотреть, уже обходить все. Сейчас остановился на джазовом коллективе, просто безумно люблю джаз. Это потрясающее атмосфере, это акустика шикарная. И библиотека сделала такое грандиозное какое-то прям открытие для людей, которые нечасто ее посещают. Просто со всех сторон себя можно показать, это потрясающе. Все лето библионочи у Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина прошла в четвертый раз. Сколькость гостей никто не подличивал, такой мэты супрационники не ставить. Это своего рода ночи открытых дверей, а тому больше важно продемонстровать читачам макчимости культурно-светницкой установы. Сучасная библиотека – это не только место, где заховываются книги, а и центр культурного развития человека. Я уже не первый год хожу на праздники. Очень нравится литературная гостиная, стихи читают. Вот, впервые нас покормили за то, что мы знаем. Наталья Игнатенко, Михаил Рабко, телерадио «Компания Гомель». На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова